Мы в Скадовске, в детском оздоровительном лагере «Слава» и здесь можно Поплавать в теплом море, позагорать в хорошей компании и, конечно, повеселиться на дискотеке. Режим в лагере строгий, как и 20 лет назад. Просыпаются дети в пол восьмого, делают зарядку на берегу Черного моря, а после прямиком в столовую на плотный завтрак. Лагерь на самом деле очень хороший, я, наверное, посоветовала бы каждому ребенку здесь, потому что именно в этом лагере я считаю, что можно найти хороших друзей, забыть о всех своих проблемах и насладиться природой, морем. И вообще, честно, я бы ни с чем не сравнила, потому что именно здесь я чувствую себя очень комфортно. Развлекательно-познавательная программа очень насыщенная. Велокружок, гироскутеры, футбол, волейбол и, конечно, ежедневные солнечные ванны на берегу моря. На пляже много интересных занятий, но что за море без конкурса фигур из песка? Медуза, черепаха, дельфин и даже целая шхуна из песка. В конкурсе участвуют практически все, кроме детей с ограниченными возможностями. Маша – самая особенная среди отдыхающих. Увлекается иностранными языками, рисует и купается в море вместе с мамой. Что ты больше всего полюбила в этом лагере? Общение. Общение. Друзья. Друзья. Море. Море. Она тут сама по себе. Это вообще очень здорово. Мы потому что все время с ней круглосуточно вдвоем. А тут она сама. И я отдохну. И она от меня говорит, когда я уже от себя отдохну. Центр реабилитации Сузирья уже третий год оздоравливает своих лучших воспитанников. В этот раз отдыхать приехали как дети с нарушением слуха, так и речи. А девятый интернат традиционно на второй смене, среди них и совсем маленький. А еще нам нравится выигрывать первые места. Потому что, ну, знаете, вот у нас сплоченный коллектив, ну, мы дружные. А еще нам нравятся наши воспитатели. Они, ну, серьезно, они классные воспитатели. Они все понимают, выслушивают. Но вот воспитатели наши серьезно крутые. Ну, а вожатые у нас вообще заводила. Среди отдыхающих два отряда детей с расстройством спектра аутизма. Здесь с ними занимаются специалисты, психолог, арт-серапевт, нейропсихолог и, конечно, мамы. Я в лагере хожу кушать на зарядке. Еще с Раисой, с Юлей на занятия. Плаваю в море, ходил в аквапарк, на аттракционы, комнату страха ходил, на колесо обозрения. Вечером директор лагеря устраивает для воспитанников настоящие байк-покатушки. Семь байкеров на железных конях катают детей до самого заката. А с девяти вечера стартует дискотека на Костровой. Директор лагеря, главный гонщик города Федор Губаренко, за два года превратил обветшавший детский лагерь в конфетку. Провел полную реконструкцию корпусов, усовершенствовал пляж, выровнял покрытие, убрал заросли камышей и провел озеленение. С детьми работать надо иметь просто желание видеть их и понимать их, беду их не понимать, понимаете, ну входить в их положение. Дети это такой материал, ну с которым нельзя говорить, вот стой там, иди сюда. Он поймет тебя, когда ты его заинтересуешь чем-то, отвлечешь от его проблем. Смены в лагере Слава это праздник 21 день подряд, даже для тех детей, которые поддержаны страхом, комплексом и сомнением. 100% воспитанников покидают его стены со слезами на глазах и надеждой вернуться в полюбившуюся Славу следующим летом. Инна Даньшина, Роберт Сиваков, 1-й городской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова